Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой торговой недели. Как и всегда, возвращаемся на финансовые рынки после выходных, чтобы подвести итоги последней торговой сессии, которая у нас случилась в пятницу. Я надеюсь, что многие из вас уже ознакомились с повесткой, скажем, этой недели и смогли убедиться в том, что нас ожидает безумная по количеству серьезнейших макроэкономических отчетов неделя, которая будет толкать вверх показатели волатильности. Напомню то, что основной фундамент этой недели приходится, конечно же, на доллар. У нас будет возможность проанализировать состояние американского рынка труда. Все начнется с частной оценки EDP. И в среду, в пятницу мы доберемся до Non-Farm Perils, оценим прирост количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, посмотрим за показателем уровня безработицы и динамикой заработных плат. Но предварительно еще в среду нас ожидает заседание ФРС, где будут пересматриваться основные параметры денежно-кредитной политики. Под основными параметрами я подразумеваю, конечно же, процентную ставку. Об этом заседании мы уже много говорили. Понимаем то, что это предпоследнее заседание в этом году. Есть, конечно же, трейдеры, которые делают ставку на то, что именно в ходе этого заседания мы сможем услышать об ужесточении монетарной политики. Но мы с вами уже изрядно покопались в этих ожиданиях и пришли к выводу о том, что такие серьезные изменения должны происходить только тогда, когда на повестке постфактум решения пройдет пресс-конференция руководства американского регулятора. То есть сейчас у нас есть два фактора, которые позволяют нам не рассчитывать на то, что в эту среду ставку решат повысить. Во-первых, это фактически состоявшиеся через несколько дней после этого президентские выборы. И ФРС вряд ли сейчас будет провоцировать повышенную турбулентность и вергать рынок в какие-то панические настроения по поводу столь серьезных изменений монетарной политики. Ну и второй момент. После ноябрьской встречи не пройдет пресс-конференции. Поэтому если решение будет принято, соответственно, это решение нельзя будет пояснить. У руководства не будет такой возможности. Остается у нас декабрьское заседание. И судя по тем отчетам, которые мы с вами получили в пятницу по индексам расходов и ВВП, вероятность того, что ставку реально повысит и весь курс денежно-кредитной политики будет нормализован через ужесточение монетарной политики составляет уже 75%. То есть сильные данные по ВВП, которые вышли в пятницу, подняли этот показатель на 5%. Я думаю, что если и non-farm payroll сейчас на этой неделе также не разочарует, и дальше мы будем получать сигналы того, что различные секторы американской экономики восстанавливаются, тогда сможем подобраться к декабрьскому заседанию с вероятностью серьезных корректив монетарной политики, может быть даже процентов на 90. Нам нужно это решение, потому что мы делаем ставку на рост американца, и пока не увидим те оптимальные и приемлемые уровни по многим валютным парам, которые нам необходимы, и эти идеи базируются как раз на лидерских таких качествах доллара, мы не собираемся отказываться от идеи того, что именно за долларом сохранится как раз вот этот посыл давления, который он продолжит оказывать на арийского инструмента и на своих валютных компонентов. О долларе, японской иене и показателе ОП мы, конечно же, сегодня поговорим. У нас есть традиционный инструмент, с которого мы открываем брифинг, это динамика черного золота и бренда. И здесь нам с довольно неплохим настроением можно констатировать те результаты, которые мы, собственно, с вами наблюдали в рамках всей недели и по итогам заключительной сессии прошлой пятидневки. Закрытие недели на минимальном месячном уровне 50.72, то есть наши краткосрочные цели были полностью реализованы. Мы с вами ставили на пробой поддержки 52, закрепление ниже, соответственно, пробой следующей поддержки 51 и с потенциалом ухода уже к уровню 50 долларов за баррель. Сегодня мы видели, как рынок открылся с ГЭПом и, в частности, актуальной котировкой 50.47. Поскольку за нефтью в последнее время, так же, как и за многими рисковыми инструментами, закреплен статус, скажем, актива, который показывает очень значительный диапазон ухода в рамках короткого промежутка времени, мы смело можем рассчитывать на то, что если новостной фон сложится в том ключе, в котором нам бы сейчас необходимо было, то есть в негативном бренде, сможет пробить эту поддержку чуть ли не в ближайшие торговые дни. Ключевая идея – это неопределенность по факту предстоящей встречи нефтедобывающих стран ближневосточного картеля, возможно, в Содружестве потенциальной сделки с Россией, которая состоится в Вене 30 ноября. Мы в одном дне буквально того, чтобы шагнуть в ноябрьский месяц, и, соответственно, у нас останется 30 дней, чтобы придерживаться наших прежних взглядов, чтобы понимать, что рынок будет крайне чувствительным к любым заявлениям и комментариям, которые будут касаться данной тематики. Но уверен, что тех сигналов, которые мы получили в последнее время, будет достаточно, чтобы держать кулаки, понимать то, что, конечно же, будет и позитив сейчас в ближайшие дни, потому что среди тех трейдеров, которые сейчас, опять же, спекулируют на курсе и на стоимости нефти, есть те, кто верит, что 30 ноября будут какие-то договоренности. И мы через заинтересованных сторон, опять же, можем увидеть периодический спрос на позиции бренды и WTI. Но все-таки понимаем то, что системно-долгосрочно этот инструмент будет находиться под давлением. Скептицизм, в принципе, увеличивается, и негативные настроения действительно начинают преобладать. И эти негативные настроения, они базируются на трех, на мой взгляд, сейчас очень важных таких моментах, фундаментальных факторах. Во-первых, это, можно сказать, историческая напряженность между Саудовской Аравией и Ираном. Мы знаем то, что для этих регионов очень важно лоббировать собственную долю, защищать любой ценой ее. И тогда, когда речь заходит о каких-то договоренностях, которые предполагают ограничение добычи, конечно же, эти регионы будут действовать только в связке. Саудовская Аравия не снизит добычу, если этого не сделает Иран. И, ну, соответственно, с другой стороны тоже. Иран не будет принимать никаких изменений, если не будет четкого понимания того, что и Саудовская Аравия также поддерживает эти договоренности. У нас есть еще и Ирак, который, в принципе, по объемам добычи занимает сейчас даже второе место. И, может быть, нам стоит рассматривать его в первую очередь по сравнению с Ираном. Но, в частности, по Ираку у нас очень важный сигнал, который мы получили еще на прошлой неделе, даже, можно сказать, в прошлые выходные, о том, что эта страна фактически обратилась к ОПЕК с просьбой об особых условиях в той сделке, которая может быть достигнута 30 ноября. Но об особых условиях мы также знаем. Ирак настаивает на то, чтобы им предоставили возможность не поддерживать идею по ограничению добычи, поскольку они, якобы, как никто другой из регионов, нуждаются в дополнительной ликвидности средств от продажи нефти, поскольку проводят и ведут активную борьбу с исламским государством. Но пока каких-то официальных комментариев по этому поводу не последовало со стороны непосредственно всей организации ОПЕК. Но мы понимаем то, что Ирак и Иран сейчас используют всевозможные инструменты ухищрения и, я думаю, продолжат использовать в рамках всего месяца, чтобы увильнуть от этой сделки, чтобы выторговать, может быть, для себя приемные условия, чтобы не сокращать сильно добычу, чтобы сохранить, соответственно, собственную долю на рынке и в перспективе, думать, о потенциальной экспансии. А, как я уже отметил, Саудовская Аравия без этих регионов вряд ли также пойдет на какие-либо решения. Поэтому мы планомерно приближаемся к 30 ноября, понимая то, что негатив все-таки будет перевешивать и превалировать. И если допустить даже не факт напряженности Саудовской Аравии и Ирана, не то, что Ирак и Иран сейчас активно вызывают к ближневосточному картелю об особых условиях, и, соответственно, понимаем то, что вот те показатели добычи, которые сейчас закреплены за регионами, они продолжают систематичное увеличение. Ну и также мы помним, что квоты – это, в принципе, обычное понятие для ОПЕК. Но не факт то, что эти квоты будут соблюдаться дальше, потому что есть уже исторические такие сложившиеся прецеденты, которые указывают на то, что ряд регионов ОПЕК плевать хотели на те ограничения, которые, в принципе, накладывались на них по факту каких-либо договоренностей. Поэтому мы ждем 30 ноября и не отказываемся от идеи, которая будет все-таки больше склонять нас в сторону того, что бренд должен оставаться среди тех инструментов, которые вряд ли будут пользоваться фундаментальной долгосрочной поддержкой. И тот уход, который мы сейчас видели к 50 долларам за баррель, это как раз, возможно, попытка сформировать тот самый затяжной коррекционный тренд, на который мы с вами настраивались очень давно. В общем, продолжаем продавать нефти дальше. И в качестве дополнительных идей ждем сейчас поддержки от регулярной рядовой статистики по запасам по версии API и Минэнерго. То есть это завтра и в среду у нас параллельно еще следим за поведением доллара, понимая то, что возвращение, собственно, покупателей в ряды, которые спекулируют именно на покупке баксов против основных конкурентов, будет способствовать дополнительному давлению на стоимость товарного сырья. Эти идеи мы с вами обсуждали еще неделю назад. Как видите, они действительно сохраняют свою актуальность. А если так, то давайте вместе с брендом стараться тащить его ниже. Тем более, что мы видим, что даже на открытии новой недели на азиатских торгах есть трейдеры, которые готовы топить позиции бренда. Наша цель ближайшая 50 долларов за баррель. Ждем закрепления еще ниже. 63.02. Это котировки по паре USDRAP. Наша ближайшая цель. Хотя это просто ориентир, за который мы хотели засыпиться, реализована. Но это не то значение, когда нужно фиксировать профит. Профит мы с вами получим еще больше. Только нужно подождать. Потому что наша цель 64.65. Видим, как пара легко может набрать, собственно, рубль за одну торговую сессию. Может даже и больше. Гораздо больше. И понимаем то, что сейчас на рубль, по причине отсутствия каких-либо локальных факторов поддержки, их нет, налоговый период уже можно позабыть и отложить уже до конца следующего месяца. Следим за брендом. Видим, как актив продолжит корректироваться. И, соответственно, будет стимулировать дальнейшие распродажи российского валютного актива против своих валютных оппонентов. То есть доллара и евро. Следующая цель 64 против американца. Евро против доллара. Актуальные актировки 1.0968. Если бы не форс-мажор, который появился под закрытие торговой сессии пятницы, мы бы сейчас говорили о минимальных многомесячных уровнях по паре и поглядывали уже на возможность пробоя поддержки 1.08 с уходом ниже. Поскольку, как я уже отметил, у нас в ходе этой недели есть соответствующие триггеры для такого дополнительного, более усиленного давления на риск. Это американская статистика по рынку труда. Но в пятницу, конечно же, наши планы были несколько скорректированы. Опять нам придется терпеть, пока пара евро-доллар с текущих значений пробьет поддержку 1.09 и будет претендовать на тестирование значения 1.08. Напоминаю то, что на протяжении всей прошлой недели евро реально находился под давлением. И мы слышали сначала комментарии со стороны руководителя Европейского центрального банка Драги, мы слышали комментарии члена управляющего совета Ансена, потом главного экономиста Европейского центрального банка Питера Проетта и еще представителя ЦБ Кире. Все они, без исключения, использовали одну и ту же фразу, то, что базовый показатель инфляции находится на очень низких значениях. И отсутствие, опять же, четких сигналов того, что инфляционные ожидания будут дальше увеличиваться и выступают ключевым фактором, вследствие которого Европейский центральный банк сохраняет прежний мягкий подход к экономической политике. Я бы даже сказал, сверхагрессивный. Потому что текущие параметры, которые применяются, наверное, иначе, кроме как сверхагрессивное стимулирование, назвать попросту нельзя. По версии всех высокопоставленных чиновников, которых я сейчас перечислил, не стоит вообще рассчитываться на то, что программа количественного смягчения может быть свернута в ближайшее время. Пересматривать ее будут в декабре, но, скорее всего, пересматривать будут ее сроки и с целью, чтобы продлить их хотя бы на полгода вперед, чтобы и дальше ждать, пока индекс потребительских цен будет стремиться хотя бы к однопроцентному рубежу. Но это все равно еще будет только полдела, потому что целевой показатель по инфляции 2%. В пятницу вышел отчет по индексу потребительских цен Германии. В целом статистика довольно неплохая. Прирост на месячном выражении 0,20-0,01, в годовом 0,80-0,7%. Но это предварительные данные. Окончательные цифры за октябрь мы получим с вами только в середине ноября. Вот тогда и посмотрим. Еще одним фактором давления на позиции евро, вследствие которых, собственно, мы увидели минимальное значение за пятницу 1,08-92, выступила очень сильная статистика по США по счету ВВП. Прирост, собственно, ВВП в годовом выражении составил 2,9%, что тут же обратило внимание снова трейдеров на спред доходности между американскими трежерисами и немецкими бундесами. Он перевалил по двух лет до 150 пунктов и снова выступил, возможно, даже одной из определяющих идей повышенного спроса именно на доллар по сравнению с рисковыми инструментами. И мы видели, как евро, в принципе, находился под давлением до тех пор, пока доллар не начал активно терять ценовые позиции под закрытие пятницы. И произошло это после того, как на рынке появились сообщения о якобы необходимости провести дополнительное расследование в адрес одного из, точнее даже не одного, а наиболее вероятного кандидата на занятие овального кабинета США. То есть предвыборная гонка между Трампом и Клинтон сейчас обмечена такими прецедентами, фактом разбирательства со стороны ФБР. Это действительно новость со знаком молнии, которая пришла в пятницу. Честно говоря, вот сегодня смотрел на, опять же, интерес избирателей к обоим кандидатам и насколько они популярны. Клинтон, конечно же, по-прежнему лидирует. Ну вот сам факт таких комментариев и новостных сводок в пятницу несколько, скажем, обострил, может быть, предвыборную гонку, потому что произошло это буквально за несколько дней до самой даты непосредственных выборов. И доллар, который раньше рос на идее того, что Клинтон обязательно одержит победу, собственно, на сомнениях в том, что будет ли именно так все на самом деле. Потому что вот практика последних месяцев и того, что вообще мы видим в 2016 году, доказывает и показывает нам, что случается все самое малопредвиденное и абсолютно непрогнозированное. Вспомните тот же самый Брэнзит. Поэтому, конечно же, мы будем оставить дальше на победу Клинтон. Но может случиться так, что к власти придет ее основной оппонент Дональд Трамп. И почему-то на рынке считают то, что приход к власти Трампа может быть очреват потерями для американца. Я с этим готов поспорить, потому что, исходя, опять же, из той предвыборной кампании, которая сейчас проводится Трампом, и тех позиционных идей, которые он лоббировал в ходе своей избирательной кампании, было ясно то, что он выступает за целесообразность более скорого повышения процентных ставок. А мы с вами рассматриваем ужесточение монетарной политики как сигнал для роста американцев. В общем, все будет ясно уже совсем скоро. 8 ноября, напоминаю, выборы в США, пока видим, как политическая тема начинает очень активно влиять на торги на валютном рынке. И локальные комментарии провоцируют серьезное ослабление, серьезное движение по доллару, который тут же транслируется в динамике рисковых инструментов. По евро-доллару, как я уже отметил, актуальные котировки 1.09.68. Все-таки ждем дальнейшего роста доллара, ждем то, что на этой неделе ему непременно окажет поддержку статистика, и мы снова будем наблюдать, как доллар заберет все-таки ранее утраченные пункты у всех своих основных валютных оппонентов, в том числе и у евро. Но сначала нам нужно пробить поддержку 1.09. Длинные сделки я по-прежнему не рассматриваю, надеюсь, что вы солидарны со мной по данной позиции. Фунт против американца. Котировки сейчас 1.21.90. Волотенец также бешеная по этому дойту валютных активов, хотя политическая тема уже давно создала хорошие условия для ускоренной динамики британца, даже тогда, когда вроде бы как новостная сессия, ничего интересного нам по факту статистики и данных не предвещает. В любом случае, когда мы видим резкое ослабление британца, мы вспоминаем про политические риски, вспоминаем про процедуры жесткого выхода, вспоминаем то, что эта процедура будет запущена уже в ближайшие месяцы, в марте 2017 года, то, что Англия окажется в свободном плавании, возможно, без доступа к единому европейскому рынку. В общем, это, возможно, приведет к целому краху национальной финансовой системы и станет причиной еще больших просто катастрофических потерь британца. Пока фунт, по версии многих инвестиционных банков, является по-прежнему переоцененным активом, ну, либо инструментом, который сохраняет значительный потенциал для коррекции. Вот в пятницу, на мой взгляд, был представлен очень мрачный прогноз от S&P, которые считают то, что до 2019 года Англия при всеобщей мобилизации не сможет показать экономическое восстановление выше 1%. Дефицит платежного сальдо превысит 5%. И, возможно, вот очень интересное наблюдение со стороны S&P, то, что фунт при негативном, самом негативном развитии ситуации может даже утратить статус резервной валюты. В общем, вы прекрасно понимаете то, что тучи исключаются, и фунт будет дальше оставаться под давлением. Конечно же, мы сможем увидеть и рост британца. Если это ему поспособствует, к примеру, ослабление американской валюты. Но вряд ли это будет тот самый рост, который сможет сломать тот негативный тренд, который сложился в этой пае. Я думаю, что нет. Мы можем делать ставку на ослабление и ждать уровень 1.20. Доллар японской иены. Здесь, как я уже отметил, ключевой катализатор пятничной сессии. Это данные по ВВП 2.9 в годовом выражении с роста 1.4. Лучше прогнозов, которые были зафиксированы на отметке 2.5%. Прошу прощения. Ключевой фактор, ключевой вкладчик в такую хорошую статистику – это очень хорошие показатели по экспорту, которые за прошлый квартал выросли. Экспорт вырос на 10%. Произошло это за счет увеличения поставок сельхозопродукции. Импорт также подрос на 2 с небольшим процентом. Вот по экспорту – это лучший показатель за последние 3 года. Показатель по ВВП – лучший за 2 года. В общем, эта статистика, как я уже отметил, подняла вероятность нормализации денежно-кредитной политики 70% до 75%. Стала причиной роста индекса доллара и толкнула вверх доходности американских трэшерс. И такая позитивная для американцев динамика продолжалась вплоть до закрытия, практически до закрытия пятницы, когда вот не появился такой политический форс-мажор, как дополнительное расследование со стороны ФБР в адресе Клинтон. Но, как вы прекрасно понимаете, сейчас эта идея уже практически неактуальна. Рынок ее перевалил. Может быть, даже решил, что реакция была слишком чрезмерной, потому что в целом касательно настроения ничего не изменилось. В адресах кандидатов лидирует по-прежнему Клинтон. И тогда для американцев складывается по-прежнему все неплохо. Смотрим за статистикой. Впереди у нас сперва отчет по EDP и публикация, точнее решение по ставке со стороны ФРС. Это EDP в 15.15 по московскому времени в среду. И ставка традиционно поздним вечером, в пятницу, но он фарм перлс. Я надеюсь, что если все пойдет как по маслу, мы сможем увидеть пару USD-йен с текущих уровней 104.71, даже выше 106 йен против американца до конца этой недели. Кто знает, может быть, сейчас состоится полноценная бычья ралли, которая заведет пару еще выше. Из других валютных пар, в принципе, все без изменений. Каких-либо новостей по Австралии и Новозеландии не было. USD-кат H1.34.32. Да, я рекомендовал вам выйти из этой пары раньше, но вы понимаете, то, что забралась она повыше, это, конечно же, благодаря слабости нефти. Но ведь вся ситуация могла быть совершенно другой. Поэтому мы с вами довольствовались, на мой взгляд, все равно достойным, солидным профитом. Ну и просто не погнали за сверхприбыль. Поэтому сейчас ждем, пока пара скорректируется ниже отметки 1.34 до хотя бы уровня 1.3350. И обещаю вам, если это случится в ближайшее время, мы снова вернемся к возможности поиска длинных сделок по этому дету валютных активов. Пока я рекомендую держаться подальше от торговли канадцам. Австралийцы. Котировки 0.7611. Ждем 0.75. От локального хая прошлой недели мы уже неплохо просели, практически на 100 пунктов. На этой неделе у нас ставка Резервного банка Австралии. Об этом мы поговорим в ходе следующих брифингов. Новозеландец 0.7150. Здесь потенциал коррекции еще больше. Нам нужен уровень 0.70. То есть получается 150 пунктов. Хотя по австралийцу наша косрочная цель 110 пунктов. USD с висей 0.9873. И евро с висей здесь также все без изменений. Оставим соответственно на рост американца и слабость франка. По паре USD с висей это паритет. Евро с висей ждем 1.0950. С возможностью ухода до отметки 1.10. Оровень поддержки, который уже неоднократно срабатывал, держится. Это 1.08. И есть опять же, напоминаю, на рынке идея, что по мере приближения к этому рубежу, Национальный банк Швейцарии начинает проводить валютные интервенции. Сегодня из важных событий. В 13.00 выйдут данные по ВВП и индексу потребительских цен еврозоны. Конечно же статистика очень важная. Но у нас опять же сложилось четкое представление за последние недели, что ключевым новостным катализатором и в принципе катализатором поведения всех активов выступает именно доллар. Поэтому не думаю, что картина изменится и сейчас. Что будет с долларом, то будет соответственно и с рисковыми инструментами. Ну конечно же здесь ремарка с реверсом, потому что растет доллар, рисковый инструмент, соответственно, слабеет. В 15.30 личные доходы и расходы по США. Ждем поддержки для американцев. Кодовое слово на сегодня – политика, величина бонуса 12%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Осталось добавить то, что весь видеоконтент доступен на нашем официальном канале на YouTube. Если есть вопросы, пожелания и комментарии, можете оставлять их прямо под видеоокном, под свежим выпуском. Ну и не забывайте, конечно же, ставить лайки. И также напоминаю, что сегодня в 16.30 состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз разберем фундаментальную картину прошлой недели. Посмотрим на отчеты, которые на повестке этой пятидневки и поставим среднесрочные цели, которых можно будет придерживаться до конца этой недели. На этом все. Удачной вам торговой сессии, попутного тренда. Ну и увидимся уже завтра. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok